В полицию обратился 41-летний житель Удомли, заявивший, что ночью пропал его легковой автомобиль ВАЗ, припаркованный во дворе одного из домов по улице Венецианово. Как выяснилось, владелец оставил машину незапертой с ключами в замке зажигания, пока сам отдыхал с приятелями в гостях. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, изучив камеры видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 44-летний ранее судимый неработающий житель Удомли. Выяснилось, что мужчина в ту ночь был одним из участников застолья. Во время совместного распития между приятелями произошел конфликт. Подозреваемый покинул квартиру, вышел во двор и уехал на чужой машине. Вскоре на одной из улиц злоумышленник въехал в металлический забор частного дома, бросил машину и скрылся. Фигурант пояснил, что решил покататься на чужом автомобиле, но не справился с управлением, так как был не трезв. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, в отношении мужчины составлен административный протокол. Транспортное средство в ближайшее время будет возвращено законному владельцу. Продолжается розыск Александра Долгова, совершившего побег из участка колонии поселения Лео-8 в Андреапольском районе области. На вид Долгову 25-30 лет, рост 188 сантиметров, худощавого телосложения, глаза и волосы темные. Особая примета над левой бровью шрам. Напомним, Долгов был осужден за кражу. Отбывал наказание в колонии поселения на срок 60 дней. Всех, кто знает о местонахождении Долгова Александра Евгеньевича, просим срочно позвонить по указанным телефонам. Сотрудники регионального следственного комитета напоминают о возможностях обращения в ведомство по различным каналам связи. Граждане могут в любое время подать в следственное управление следственным комитетом по Тверской области обращения по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, жалобы на действия, бездействия и процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов, а также по другим вопросам, которые требуют вмешательства со стороны руководства следственного управления. Кроме того, можно уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством интернет-связи и оперативной телефонной линии. Только в прошлом году следственным управлением рассмотрено более 4000 обращений жителей региона. Подобное взаимодействие позволяет следственному управлению повысить эффективность обратной связи с населением.